Дезинфекция тромбаев и троллейбусов дважды в день. Сначала подвижной состав моют обычными средствами, затем обрабатывают спецраствором. Обрабатывают поручни, обрабатывают полы, обрабатывают ручки сидений. Раствор это специальный, на него определенно на территории Российской Федерации получен сертификат, и он специально предназначен для уничтожения всех микробов. Навести чистоту советуют не только в общественном транспорте, но и на рабочих местах. Глава города Елена Лапушкина накануне подписала постановление о введении ограничительных мер на территории областного центра в связи с ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Руководителям организации рекомендуется обеспечить режим проветривания, усилить дезинфекцию и оказать содействие сотрудникам в удаленной работе. В городе запрещается проводить закрытые мероприятия с участием более чем 50 человек. Приостановлена работа музеев, театров и библиотек. Также жителям Самары не рекомендуют выезжать за пределы страны. Большинство и не собирается, тем более, что сейчас введена временная приостановка сообщений с соседними государствами, в числе которых Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан, Украина. На железнодорожном вокзале Самары, к примеру, билеты уже сдают. Производится возврат приобретенных ранее проездных документов без взимания дополнительных каких-либо платежей, то есть возврат производится в полном объеме. Ажиотажа никакого нет, пиковая нагрузка была у нас буквально с 17 числа, работали все 12 касс. В настоящее время касса и блок вокзала работают в штатном режиме без замечаний. Кассам, кстати, особое внимание, как и к залам ожидания. Влажная уборка раз в час. Генеральная четыре раза в день. Проводим уборку вокзала, дезинфицируем четыре раза в день хлорным раствором. Все, что касается рука человека, все обрабатываем. Сиденья, подоконники, поручни, все-все-все подряд. По громкой связи информируют о первых признаках заболевания коронавирусом. В медпункте к встрече с пациентами готовы. Пациенту измеряется, если есть подозрение на коронавирусную инфекцию, то измеряется пульсоксиметрия, это насыщение крови кислородом. Если эти показатели ниже нормы, то в таких случаях мы используем кислородотерапию, оксигенотерапию. Для этого у нас есть портативные кислородные баллоны. Пока ими еще не пользовались, но если что, в медпункте есть даже собственный изолятор. В случае необходимости больного заведут в медпункт в сопровождении медицинского персонала прямо с улицы. Для этого изолятор оборудован собственным входом и выходом. Попасть сюда можно миной железнодорожный вокзал, а значит сократив количество контактов. Еще в начале недели глава региона Дмитрий Азаров подписал постановление о введении в области режима повышенной готовности. Роспотребнадзор уточняет, усиление мер по дезинфекции касается больниц, социальных и детских учреждений, заведений общепита и торговых центров.